Так что веточки на фуксии набирают листья. Если они опадают, они снова появляются. Это аммониты продаются. Что-то я, видимо, делаю не так. Мася отдыхает. А Таня с Микой садовничает. Вот и Мася стала помогать. Таня, что ты делаешь, а? Я колеус пересажу. Мамочка. Хорошо. У меня был это. Это таймер сработал? Да, я суп варю. У меня просто колеус был некрасивый, я его распотрошила, я сейчас на улице посажу, а этот в доме был. Все заняты? Да. Ну, придется прерваться, потому что у меня там суп ждет. Ну, ладно, это завянется. Мася играет орехом. Мико стоит, смеляет хвостом. Таня пошла, села, что-то там делает. Мико на нее смотрит, смотрит на меня. Вышел Макс. Вышел и что-то хочет сделать, одеть тапки. Хочет поиграть с Масей. Мася хочет поиграть с Миксом Максом. Нет, она хочет поиграть с его рукой. Всем привет, мои дорогие и любимые друзья. Уже середина осени. И я считаю, это самое благоприятное время для того, чтобы наконец-то разобрать шкаф, убрать летние вещи и достать теплые вещи. У нас еще на улице достаточно тепло. Температура доходит до 29 градусов тепла. Я буквально сегодня еще ходила вот в этом вот платьишке. Вот в этом вот. Ну, правда, взяла с собой джинсовую куртку. Но так ее не одевала, потому что жарко. Ну, например, такие вещи, как вот сарафаны, которые у меня вот такие. Я их уже 100% одевать не буду. И уже нужно доставать свитера, которые у меня спрятаны в кровати. Сейчас буду открывать кровать, доставать все вещи. Наводить порядок в шкафу. Вот у меня что здесь творится. Все складывать. Видите? Прям ужас. Вроде как в порядке. Да не в порядке. То там брошено, то там брошено. В общем, буду наводить порядок. Вот здесь так у меня вообще все накидано. По ящичкам. О, и вертикальное хранение. В общем, нужно наводить порядок. Убирать летние вещи, доставать теплые. И как раз у Макса появился шкаф. Я туда только сложила его вещи школьные, домашние. Он стоит пустой до сих пор. Вот как раз сейчас появилась возможность разобрать вещи, которые у нас лежат в кровати. Потому что там сразу все. И мои, и Лешина, и Макса. Все перепутано. Сейчас у нас появилось очень много мест для хранения. Сейчас я буду это все перебирать. Наконец-то. Ну, у меня, знаете, и настроение сейчас такое это все делать. Ну, начнем с разбора вещей в кровати. Вот, что у меня здесь творится. В общем, у меня здесь все подряд. И пледики, и подушки. В общем, все на свете. Сейчас поперебираю. Так как у меня появились новые места для хранения. Вот. Поэтому у меня теперь можно это все расфасовать. И убрать все лишнее отсюда. Кстати, вот эту подушку можно выкинуть. Она у меня лежала как запасная. Но она дурацкая. Настал ее момент. Сезонные вещи. Их достану. Так, это топпер старый. Куртки тоже достану. Ух ты, шляпка моя. Я и забыла про нее. Ой, она помялась. Ну, найти шляпку в конце, в середине осени. Это ли не счастье? Так, здесь у меня вещи сезонные. Это тоже вещи сезонные. Как будто кто-то переезжает из нас. Вот, сколько вещей. Это все сезонные вещи, которые нужно будет сейчас перебрать. Разложить в шкаф. А из шкафа достать летние вещи. Как раз самое время рассказать вам об вот этих вот вакуумных пакетах. Которые я заказала на Нью-Чик. Вот такие вот вакуумные пакеты. Они идут в комплекте с насосом. Который будет засасывать вакуум. Там разных размеров есть. Вот. И как раз я сейчас сюда положу. У меня одеяло здесь лежит в кровати. Которое занимает много места, но я им почти вообще не пользуюсь. Вот это как раз одеяло. Это Ника еще не видела этих всех баулов. У нее бы уже, наверное, был бы шок. Она подумала, что мы опять переезжаем. Вот. Постоянно мне некуда это одеяло сложить. Уже и в такие пакеты его складываю. Вот как раз сейчас снимем обзор. Вот. А что это такое интересное? Что-то такое непонятное. Прищепка какая-то. А, я поняла. Это вот так вот, чтобы застегивать. Кстати, здесь рекомендуется чемоданы, когда собираешь. А, где-то здесь. А, вот. Чемодан, когда собираешь, что можно в эти пакеты складывать, чтобы меньше места занимало. Так, для того, чтобы точно закрылась плотно. Потому что у нас будет вытаскиваться воздух. Да, мне кажется, руками можно так сделать, нет? Руками я пробовала, когда не знала, что вот эти штучки есть. Руками вообще. Знаешь, можно какой-то участок пропустить. Так, ну что, теперь самое интересное. Так, вот он. Здесь получается такой, как клапан идет в цвет насоса. Все розовенькое. Так, это тоже, наверное, накручивать надо. Что-то я, видимо, делаю не так. А, он просто маленький. Может, и не пылесос. Кстати, наверное, и пылесос можно подключать. Как здорово, на меня дует прохладный воздух. Система продуманная. О, чувствуется, что уже вакуум. О, блин, у меня мышцы вот тут болеть начали. Ну, я думаю, хватит. Закрываем. Ну, покажи. Что именно? Блинчик? Ну, сбоку пока. Вот, получается вот такая вот штучка. Ссылочку на эти вакуумные пакеты я вам оставлю в описании под видео. Меня интересует такой вопрос. Что же будет с этим одеялом, если он, например, полежит где-то месяц? Не деформируется ли оно? Как ты думаешь? Ну, мне кажется, просто взбить его и всё. Ребята, мы через несколько месяцев откроем это одеяло и продолжим обзор вакуумных пакетов. А что это за одеяло из чего оно? Ну, какое-то силиконовое. Силиконовое? Угу. Синтепоновое? Нет, силиконовое. Так и называется силиконовое одеяло. Ну, в общем, если я забуду, напомните мне. Мне самое интересное, что будет с этим одеялом. Вообще-то, и подушки можно, и пуховики. Да, это не имеет никакого этапа. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok дала. Вечно зеленый кустик. Не знаю, как называется, но очень красивый. А я ей перчик даю. Я ей весь перец отдам. Мне он не нужен, мы острое не любим. Перец цветет, несмотря на то, что на улице уже похолодало. Вот здесь оставлю эту герань. Она здесь и не цвела, потому что солнце сюда не попадает. Посмотрим, сколько градусов она переносит. Еще вот ту ампельную герань я оставляю здесь. Вот эту герань оставляю. Вот эти цветочки нужно будет завтра пересадить. Не помню, каланхоя, по-моему, называется. И вон там колеус пересадила туда и здесь тоже рассадила. Просто корневином смачиваю, вот так вот дергаю, тыкая в землю, и он достаточно быстро приживается, колеус. Этот уже отцвел, но пусть пока побудет. Мне говорили, этот цветок вроде сентябренник называется или как. Он мне что-то никак не зацветет. Уже сентябрь прошел. О, тут сколько тли, а я не видела. О, прям ужас сколько. Нужно здесь от муравьев посыпать. Муравьи активировались. Я перестала следить за огородом. Трава у меня так и не восстановилась. Вот, что-то она посохла у меня. Нужно ее будет убрать и новенькую посеять, потому что у нас зимой травка зелененькая. Украшает газончик, чтобы не было серости. Сейчас все растения стали в рост идти. Когда жара спала, вот этот вот разрастается. Это ромашку я покупала. Тоже разрастается. Прямо все растет, цветет и пахнет. Теперь заходишь домой столько зелени дома. Я надеюсь герань не будет болеть. Кстати, вот смотрите, геранера я посадила на улице вот в обычную формочку с под грибов. И она в ней себя просто чудесно чувствует. Она сразу же принялась и буквально сразу же начала цвести. Герань не любит больших горшков. И я в следующем году хочу купить длинные горшки для рассады и посадить герань разными, ну разные цветочки. Вот такие горшки. Она прям, смотрите, она какая пушистая. Я прям даже не хочу ее пересаживать. А вот здесь, в большом горшке, видите, она некрасивым кустиком формируется. Но хотя тоже цветет. Вот, интересное такое наблюдение. А это у меня лимончик уже так вырос. А это Микушечка слушает внимательно, что я рассказываю. Моя девчонка. Это мы финик садили. Вот у Макса здесь места для него полно. И вон, смотрите, он уже идет, палочки идут от листиков. Приехали к магазину. Здесь продают камни. Впервые вижу, что продавали камни. И даже на некоторых, вот, это валун розовый. Это ракушечник крыси. Вот валун. Но что мне больше всего здесь понравилось? Вот эти камни можно все приобрести. Вот это я увидела и это аммониты продаются. То есть, их реально можно аммониты найти. Это круто. Бонус. Камень называется Бонус. 15 рублей за килограмм. Вот такой вот камушек. Блин, это так интересно, оказывается. Дальше. Песчаник обычный. 13 рублей за килограмм. Яшма. Красный вот такой камушек называется Яшма. Ильяшма. 21 рубль за килограмм. Но он красивый. Очень красивый. Его на какое-нибудь дно прозрачного водоема с рыбками этими оранжевыми красивыми. Так, гранит рваный, а это тоже песчаник, только другой формы. Видишь, он как эти. Это песчаник такой, а это песчаник такой. Это 13 рублей. Ну, это один тоже 13. Так, здесь это тоже песчаник более крупные. Тоже 13 рублей килограмм. Это мрамор медовый. А это что? Акад. Надо запоминать название камней. Это так интересно. Смотри, мрамор медовый. Смотри, какой он интересный. Сейчас попробую. Он прям переливается. Он такой, как кусок соли. И блестит весь. Так, это тоже песчаник. Но песчаник я уже стала угадывать. Дальше. Это тоже мрамор. Мрамор молодой. Смотри, какой красивый. Прям очень красивый. Но это тоже этот, как его. Блин, забыла. Ракушечный. Вот на нем цены нет. Мне прям, а вот 20 рублей. А, это миотис правильно называется. Крымский. Ну да, он в Крыму с него дома строят. Интересный тоже камушек. Так, дальше. Здесь я не показывала. Но это тоже как гранит или что? А, я его показывала. А, это мрамор. Мрамор черный. 16 рублей за килограмм. А это акад. Акад цветной. Вон. И розовый, белый, голубой, желтый. Вообще прям зеленый какой-то. Вот тоже голубой. Не знаю, как камера передает цвет. Мрамор этот красивый очень. Мне прям с Лешей хочется еще. Ой, прям зеленый-зеленый камушек. Смотри. Вот тут вот. Так, дальше. Это тоже мрамор. А нет, это кварц. Ах, кварц. 17 рублей за килограмм. Прикольно. Вообще так интересно. Так, это скальник. А это кварц. Ты знаешь, я кварц с мрамором путаю. Я такого, это мы когда ездили в горы, там много вот такого вот камня. Хотя он по ощупи, на ощупь отличается кварц от мрамора. Мрамор более гладкий. О, а это галька. Тоже такая. Ее специально искусственным путем создают. Ну, и так быстренько уже покажу. Вот это тоже красивое. О, вот это красивое. 21 рубль за килограмм. Класс. У нас такую на юбилейном постановите разбрасывали. А там целые эти мешки с этим всем добром. Обратила внимание, что у нас, это мы в доме, в этом нашли, во дворе. Вот такие вот камушки есть. И вот этот вот камушек такой красивый. Его если намочить, он вообще красивый. Я теперь на камни смотрю с другой стороны. Это ж покупают камни за те цены, которые я показывала. У него весь цветок помял. Он такой красивый стоял. Наверное, камушек под него вот так вот подложу. О, бедняжечка. Ну, скоро этого всего здесь не будет уже. А, вот она. И что, снова не может? Вот как ее социализировать? Мать, думаешь, тебя всегда будут снимать? Посмотри, какая она хорошенькая. Да может, она себя комфортно, прекрасно чувствует. Ее не надо снимать. Не, она не может слезть. Ну, да есть. Она такая хорошенькая. Она так выглядывает прикольно. Угу. Ляня, она себя комфортно чувствует. Ну, она слезть не сможет. А если я сейчас позову ее кушать, она сразу слезет. Ну, зачем она грохнет? Она передо мной выделывала. Как? А, показала, как она умеет. Она слезть не умеет. Она так прикольно наблюдает. Я сейчас сниму, как она ее видит. Вот, слазит. Ну, давай ты идешь. Ну, она должна сама как-то... Выйди ко мне. Да ей, по-моему, классно. И ты дурочка. Такая хорошенькая, да? Угу. Так, три. Выйди ко мне. Маленькая девочка. Маленькая девочка. Хе-хе-хе-хе. А на этом всем всего доброго, всего хорошего, пока. Я вас всех люблю. Всем приятной, теплой осени. Маленькая девочка. Субтитры подогнал «Симон»